Всем привет, дорогие друзья! С вами Александр. И, друзья, вот бренды Spiro сегодня перестают меня удивлять своими новыми колясками. Они уже настолько их часто делают, выпускают новые модели, что я уже не успеваю за ними следить. И причем они делают их очень хорошо, очень удачно, и одна лучше другой. Поэтому, вот, друзья, давайте сегодня изучим с вами Spiro Just. Модель называется. Spiro, напомню, бренд польский, кто не знал. Ну, это отличная польща, очень высокого качества. Вот. Гарантию производитель дает 1 год. Вес с сидением 8,8 килограмма. Вполне себе отличный вес. Наклон спинки, кстати, замечательный. 115-170. С 3 месяцев производитель поисценивает, что можно ее эксплуатировать до 4-5 лет. 22 килограмма, короче, она выдерживает. Ширина колесной базы, друзья, здесь 54 сантиметра. И в комплектации у нас, по-моему, была накидка на ножки. Да, она не изменяет своим традициям компания Spiro. И даже в ультракомпакт, назовем ее так, кладут накидку на ножки. Хотя, как бы, коляска для теплого времени года. Но, все равно, накидочка есть. И это очень здорово. Сверху вниз начнем ее изучать, друзья. Козырек. Прекрасный, просто прекрасный козырек. Без слабых мест. Увеличивается с помощью вот этой секции. Она на замочке закрывается. И здесь нет никакой сеточки, москиточки. Все четко. Просто еще одна дополнительная секция. Если вам нужно посмотреть за ребенком, есть здесь открывающаяся секция магнитики. Вот так держится все с москидкой. Все, смотрите за ребенком без проблем. Вот, что касается козырька, ноль вопросов. И, как всегда, классные, проверенные годами материалы используются. Очень приятные, износостойкие. К тканям вообще ноль претензий. Что касается ручки. Я всегда в обзорах говорю, что я люблю ручку в эко-коже. И чтобы она была потолще, чтобы хват был более уверенный, так сказать. И здесь то, что надо. Ручка толстая, ухват хороший. Про строчечка, все ровненько, классно. Ручка не регулируется по высоте, по наклону никак. Поэтому, если нужна вам точная информация, сколько ручка от до пола расстояния, по ссылке внизу на магазин FirstBuggy перейдите. Там есть вот такие характеристики. Все в цифрах, все указано. У меня же рост 186, поэтому проецируйте, как будет приблизительно вам. Вот, с ручкой здесь тоже все отлично. Что касается, друзья, регулировки. Капюшона у нас здесь просто толкаем. Первые два щелчка более такие тугие. А дальше уже идет все легко. И самое главное, не шумно. Он не хрустит, не щелкает. Ребенка будить не будет. Спинка здесь высокая, очень высокая, друзья. Посмотрите, насколько высокая спинка. Даже очень рослый ребенок здесь будет помещаться прекрасно. Внутри мягкий матрасик. Она такая мягенькая, комфортная. Что касается безопасности. Классика, друзья. Пятиточные ремни, мягкая накладка на паховой зоне. Причем по-настоящему мягкая накладка. Вот. Поэтому супер. Спиро багажник. Тьфу, сори. Багажник, говорю, бампер. Вот. Он откидывается у нас как калиточка. Очень здорово можно посадить ребеночка. Тоже исполнен в этой же эко-коже, как и сама ручка. Огонь. И то, что мне нравится. Это в основании. Здесь не используется ткань. Чтобы не было практичнее ухаживать за коляской. Вот эта часть, она легко моется, чистится. Также у нас есть ступенька. Чтобы ребенок мог залезть широкая достаточно. Все хорошо. Так, друзья, давайте с вами посмотрим, как здесь регулируется спинка. Просто нажимаем кнопочку, она опускается. Тянем за ремешок, она поднимается. Посмотрим на заднюю часть. Что у нас здесь есть? Можно ли ее откинуть? Нет, друзья, никак. Слушайте, я даже и не обращал на это внимания. Вот, по классике думал, что можно будет. Но на самом деле, видите, здесь не открывается секция задняя. Конечно, вы могли проветрить. Но зато в холодное время года это хорошо не будет нигде поддувать. Так, давайте сразу посмотрим на шасси. Колеса здесь полиуретановые. Нормальная амортизация здесь и спереди, и сзади присутствует. В багажник с хорошим доступом. Он глубокий, вместительный. Классный багажник. Так, тормоз закрыли. И обратной стороной обуви, к сожалению, нам нужно подковырнуть, чтобы разблокировать тормоз. Вот, поэтому я всегда рекомендую купить в каком-нибудь Leroy Merlin, еще что-то. В мебельных отделах есть, чтобы дверцы не хлопали, например, дома на кухне у вас, да, вот такие маленькие ворсинистые такие вот прокладочки. Они клеющиеся сюда клеем, и вы не будете портить обувь. Это, мне кажется, решит вопрос полностью. Вот, ну, как есть, тормоз и тормоз. Вот, передние колеса у нас чуть меньшего диаметра, как мы видим. Но клееренс хороший, проходимость, в принципе, достаточная. Понятно, что сугробы преодолевать на ней не очень будет удобно, все-таки. Вот, она больше для теплого времени. Но вдруг застали холод. Есть накидочка на ножки, друзья. Спира всегда кладет, и это очень здорово, что она у вас будет не какая-то универсальная, а оригинальная. Вот такая большая, теплая накидочка на ножки. Она, видите, вот так внахлёст одевается, и у нас на кнопках фиксируется. Вполне себе, она непродуваемая, достаточно толстая. Понятно, что это не зимняя, там, какая-то толстенная. Но ее задача не продуть. С этим она справляется хорошо. Даже с отражателем, видите? Здорово. В общем, за комплектацию спасибо. Так, давайте, друзья, ее сложим. Посмотрим, что она из себя представляет в сложенном виде. Здесь на ручке кнопочки для этого есть. Можем поставить ее, интересно. Но если только колеса вот так вот сделаем, то сможем поставить. Скидываем бампер, и она становится компактной. Поэтому для путешествий прекрасно вполне себе подойдет, как по мне. И даже не в какую-то лютую заснеженную зиму, можно даже как-то на ней покататься. И для путешествий тоже отлично подходит. Повторюсь. Нет, все хорошо. Ладно, друзья, всю информацию, которую я хотел донести, я вам донес. Как по мне, у Эспира, у них даже какое-то слабое место нет. Я не могу назвать здесь момент, который мне не нравится, кроме педали тормоза. Я люблю, когда она все-таки сверху оба раза нажимается. И ставим тормоз на тормоз, и снимаем с него. В остальном, не знаю, к чему придраться. Цена у нее абсолютно адекватная. В общем, ссылка внизу в описании на нее есть. Рекомендую пройти, посмотреть. Ассортимент большой. Вы можете, кстати, в первой коляске заказать там две коляски. Вам привезет курьер две. Вы быстренько посмотрите. Одну заберете, одну он увезет. И это опция бесплатная. Вот. Так что я очень рекомендую, не проходите мимо бренда Эспира. А вам лишь хочу пожелать сделать хороший, грамотный выбор коляски для вашего ребенка. И удачи на дорогах. Всем пока.